Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера России Марата Хуснулина. Обсудили итоги работы субъектов страны в 2023 году по оказанию шефской помощи территориям новых регионов и планах восстановительных работ на 2024 год в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Карачева-Черкесия взаимодействует со Старобельским районом Луганской Народной Республики. В прошлом году запланирована реконструкция и модернизация детского сада, МФЦ и объекта водоснабжения. Кроме этого, республика помогает району с транспортом, строительными материалами, оказывает помощь социальным учреждениям, организовывает отдых детей из Старобельского района на курортах Карачева-Черкесии. В 2024 году запланировано строительство многоквартирного дома и еще одного объекта водоснабжения, отметил Рашид Тимрезов. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов подвел итоги социально-экономического развития республики в январе. Так, в первый месяц года исполнилось 10 лет всесезонному туристическому комплексу «Архыз». В регионе состоялось совещание по вопросу проведения года семьи, объявленного в стране указом президента России. Подведены итоги прошедшего года педагога-наставника вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. В региональном отделении Фонда защитники Отечества состоялась встреча главы республики с семьями участников СВО. Карачева-Черкесия в числе 31 региона в 2023 году показала наилучшую работу по реализации федеральных программ в сфере строительства. Многодетная семья Евдокимовых представила республику на всероссийском конкурсе династии России. Рашид Тимрезов принял участие в совещании по вопросам развития туристической отрасли, которое в «Архызе» провел министр экономического развития России Максим Решетников. После капитального ремонта торжественно открыла свои двери начальная общеобразовательная школа Адыгехабля. Глава Карачева-Черкесии принял участие в мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И торжественно открылась врачебная амбулатория в поселке Октябрьском. В текущем году в Карачева-Черкесии продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Буквально накануне в поселке Октябрьском открылась новая врачебная амбулатория. В планах строительства новых объектов здравоохранения в Домбае, Кичебулыке, селах Джага и Счастливая. А также реконструкция врачебных амбулаторий в Новой Джигуде, Кустах и Тогорово и Кубине. Еще одним учреждением, в котором после обновления медицинское обслуживание должно стать лучше и доступнее для населения, станет Кардоникская участковая больница. О том, какое будущее ее ожидает сегодня, нам рассказали в Министерстве ЖКХ и строительства Карачева-Черкесии. Контракт на проведение проектно-изыскательских работ, в рамках которого проектная организация выполняет обследование данного здания, проводит анализ конструктивных элементов на предмет безопасности эксплуатации дальнейшей и возможности проведения работ по сейсмоусилению, по ремонту или необходимости реконструкции, видов работ по необходимой реконструкции. По завершению работы будет представлен отчет, после чего будет принято решение о проведении реконструкции или капитального ремонта данного здания, поликлинического отделения Зенечуской центральной районной больницы. В Карачево-Черкесии продолжается капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в целях защиты населения от паводков в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Поручение отремонтировать эти объекты глава Республики Рашид Темрезов озвучил в ходе своего послания о Народному собранию. Продолжаются работы берегоукрепительных сооружений на реке Кубань, Ваулихумара, на реке Большая Лоба в селе Предгорное. Помимо этого, в рамках программы будут разработаны проектно-сметная документация по расчистке русел рек Абазинка, Овечка в Прикубанском, Ось-Джигутинском районах и в Черкесске. Русло очистительный и дно углубительной работы на реке Кефар, станице Старожевой, на реке Хуса-Кардоникская, станице Зеленчукская, на реке Кардоник, станице Кардоникская и аули Козыл-Октябрь, на реке Маруха в селе Маруха. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег, ветер западный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1-6, в горах до 11 градусов мороза, днём плюс 3-8 и местами минус 3-2, на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2-4, а днём 6-8 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с министром цифрового развития республики Валерием Медовым. Министр доложил об итогах работы за 2023 год, о текущем статусе и перспективах дальнейшей цифровизации в регионе. Так, за последние два года республика существенно улучшила свои позиции сразу по ряду направлений. Обучению кадров, внедрению электронного документа оборота и межведомственному электронному взаимодействию, увеличению количества госуслуг, работе платформы, обратной связи с жителями, реализации положения, создании госпабликов всех государственных организаций с целью обеспечения доступности информации для граждан и совершенствования обратной связи. По итогам 2023 года регион находится в составе лидирующей группы в общем рейтинге цифровой трансинформации субъектов России. Рашид Тимрезов поставил задачу не снижать темпов работы, постоянно расширяя возможности для граждан получать услуги, связь, информацию в цифровом виде быстро, качественно и достоверно. Также на встрече обсудили реализацию инфраструктурных проектов по обеспечению сотовой связью и интернетом населенных пунктов Карачева-Черкесии. За два минувших года дополнительно установлено 133 базовых станций сотовой связи, что позволило существенно расширить зону покрытия. В будущем эта работа будет продолжена. Первым официальным мероприятием, открывшим год семьи в России, стал Всероссийский семейный форум «Родные и любимые», который прошел в столице и объединил династии со всей страны, стал площадкой для диалога поколений и сотворчества детей и взрослых. Карачаево-Черкесию представила музыкальная семья Кирбижевых из Хабейского района. По приезде с ними встретилась наша съемочная группа. Фатима Даурова продолжит. Всего в форуме приняли участие более 250 семей. Нашу республику представила музыкальная семья Кирбижевых, родом из Беслинея. Зулета Кирбижева и ее трое детей рассказали гостям экспозиции региона о музыкальном искусстве народов Карачаева-Черкесии. Исполняя старинные национальные мелодии и их современные интерпретации, семейный ансамбль продемонстрировал зрителям и слушателям уникальное звучание традиционных народных инструментов. Живое выступление музыкантов украсили танцевальной композицией в исполнении солистов театра танца Государственной филармонии Карачаева-Черкесии. По приезде из столицы семья Кирбижевых в теплой и уютной обстановке встретилась с журналистами, чтобы рассказать, как Москва их встретила, как они представили богатую культуру родной республики и, в общем, как у них получилось себя показать, да на других посмотреть. Ну и в завершении нашей концертной программы мы указали то, что мы многонациональная республика, и чтить традиции очень важно. И при всем при этом пронести эти традиции в наше современное общество, у нас просто есть чёткое понимание, вот они традиции, вот они современные. Ну, современная музыка, современное искусство. А вот вместе это собрать немного сложно. И в завершении мы продемонстрировали произведение, где национальная музыка была, скажем так, скомпонована с современной музыкой. Любовь матери к музыке передалась и детям. Домашние стены всегда были окутаны мелодичными звуками национальной гармоники. Зюлета Кирбижева, видя, с каким интересом дети реагируют на её игру, старалась потихоньку приучать их к миру прекрасного. И у неё получилось. Так или иначе, все пятеро детей имеют отношение к музыкальному искусству. Глава семейства Алик Кирбижев поделился секретом счастливой семейной жизни. Многодетный отец убеждён, что счастливая семья – это гавань понимания и любви. Они со мной разговаривали на равных. Ну, внучки, обычно, сами знаете, с детьми у нас так не разговаривают, а эти со мной на равных. И вот они пришли, мне говорят, папа, ты у нас самый хороший. Ну, всем приятно слышать. Думаю, а что я? А где я хороший? Они мне говорят, а ты выпил для нас самую лучшую маму в мире. Вот так они мне сказали. Вот так самая лучшая мама в мире хранит тепло домашнего очага, согревая и оберегая своей добротой всех членов своей красивой семьи. Фатима Даурова, Белла Мамхягова, Ренат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. В конце января в России отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистов. Героическая, в то же время трагическая история в истории страны является важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения. В 6-й школе Черкесской этой теме было посвящено театрализованное представление. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. В обновленной после капитального ремонта 6-й школе Черкеска все готово для представления. Педагоги и их воспитанники решили напомнить зрителям и телезрителям о некоторых деталях героической обороны Ленинграда, участие в которой принимали и жители Карачаево-Черкесии. Мы представляем матерей, которые во времена Ленинградской блокады ценой собственной жизни защищали своих детей в условиях смертельного голода, холода и ужасных условий. Насколько необходимо школьникам знать о тех событиях, которые были достаточно давно? Я считаю, что школьникам очень необходимо знать об этих событиях, потому что мы должны помнить свою историю. Если мы не будем помнить, мы, подрастающее поколение, то кто будет помнить? Очень много людей умерло. Я считаю, что эта память всегда должна храниться в наших сердцах. И мы не должны забывать о своих прадедушек, прапрадедушек. О всем горе, что было, мы должны это помнить и вспоминать. Юные актеры и их наставники постарались как можно более реалистично передать атмосферу, царившую в блокадном городе. Загнанные в угол, но не сломленные жители, которым было что защищать, за что бороться. Театрализованное представление смотрелось на одном дыхании. Слушая монологи, беседы, песни, наблюдая за танцами, участникам действа хотелось запереживать. Дом у нас с тобой есть. Вот правда, враг недалеко, но кому сейчас в стране легко? Помнишь блинчики с вареньем, которые по праздникам пекла она? Ты знаешь, ты помнишь, подруга, пусть память о том тяжела. Есть очень хорошая фраза. Человек, не помнящий своего прошлого, вынужден пережить его вновь. И наш долг как педагогов, как подрастающего поколения, в принципе, это передать ту память, которая живет в нас, привить детям уважение к тем временам. И, конечно же, не дать забыть те страшные события, которые происходили. Как вы считаете, необходимо ли нам иметь какие-нибудь музеи, где было бы воспроизведение этих событий, в том числе наглядное? Безусловно, когда дети окунаются в эту атмосферу, они более глубоко могут прочувствовать то или иное событие, историческое или же значимое для нашей страны. И, конечно же, хотелось бы, чтобы дети могли более полно погружаться в эту атмосферу. Это были страницы истории через собственное восприятие. На несколько десятков минут зрители представления стали как бы очевидцами некоторых эпизодов из жизни блокадного Ленинграда. Происходившее в зале 6-й школы Черкеска никого из них не оставило равнодушным. Артур Мкцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова